Итоги прошедшей недели и задачи на ближайшие дни обсудили в ходе очередного оперативного совещания в районной администрации, рассказывает Александр Дрожин. Оперативное совещание началось с награждения. Глава Луховицкого района Владимир Барсуков вручил благодарственные письма от своего имени тем, кто помог в проведении ремонта в двух зданиях бывшего детского дома в поселке Фруктовое и перепрофилирование учреждения в детсад. Среди них начальник районного отдела МВД России Александр Бескровный, заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Ольга Соловьева и ее начальник Сергей Ильичев. Генеральный директор Горковского кирпичного завода Андрей Искрин, индивидуальные предприниматели Рамил Байрамов, Наталья Санчес. Прошел этап областного смотра конкурса творческих организаций Московской области «Войны. Священные страницы. Навечно в памяти людской». Луховицкий район представляли ансамбль «Любушки», народный академический хор районного дома культуры «Старт» Софи Широкова. Все они стали дипломантами, а хор занял первое место в своей категории. К рабочим вопросам. Глава района провел пропуск руководителей муниципальных предприятий. Работой некоторых из них он недоволен. Владимир Барсуков рекомендовал вести умную социальную политику, увеличивать количество и объем платных услуг. По итогам вот этого пропуска, буквально мы три дня этим вопросом занимались, подчеркиваю, что в январе месяце мы еще раз по итогам 2014 года сделаем пропуск предприятий. Те предприятия, которые будут неэффективно работать, мы их ликвидируем. Мы не будем кормить дармоедов, сразу подчеркиваю. Пускай на нас обижаются, на нас сейчас многие обижаются, но тем не менее, сегодня жизнь такова, что надо работать. Не просто получать заработную плату, а надо работать, надо делать все, чтобы поддержать и президента, и наше государство. Потому что обстановка непростая, вы сами все это знаете, да? И поэтому требуется от всех работа постоянная, восьмичасовая, а не просто прийти, чайку попить и получить заработную плату государственную и уйти. На прошлой неделе прошел отчет главы сельского поселения Фруктовская Александра Конева перед жителями. Также на днях в районном Доме культуры «Старт» об итогах уходящего года горожанам рассказал глава Владимир Барсуков. Состоялось очередное заседание областного правительства. На нем был рассмотрен вопрос о стандартах взрослых поликлиник. Луховицкая центральная районная больница среди более 300 учреждений заняла 11 место, а в медицинском округе номер один в номинации «Профилактика и благоустройство» признана лучшей. Есть, конечно, у нас и недостатки, мы их не скрываем. Понятно, что не хватает площадей, ремонты требуются, надо открывать новые отделения. И тем не менее, я хочу сказать, что огромное спасибо всем тем, кто добивается вот таких результатов в нашем районе. Ну и, конечно, то, что наша детская поликлиника занимает первое место в области, и на ее базе будет создаваться межрайонная поликлиника детская, это тоже нас радует. И мы как помогали, так и будем помогать нашему здравоохранению. Потому что некоторые считают, что если здравоохранение с Нового года передается в область, то как бы мы можем устраниться. На самом деле мы никуда устраняться не будем. Второй вопрос, который рассматривался на заседании правительства – защита прав граждан, которых обманули при строительстве жилья. Главу района беспокоит ситуация, складывающаяся со строительством дома в пятом микрорайоне компании «Стройресурс». 22 квартиры проданы дольщикам, однако график ввода жилья в эксплуатацию сорван. К этому вопросу Владимир Барсуков попросил подключиться правоохранительные органы. Еще один вопрос, который обсудили в правительстве – при строительстве объектов в социальной сфере в Московской области будут использоваться типовые проекты. Мы здесь тоже поддерживаем наше правительство с тем, чтобы действительно удешевлять строительство. Но еще раз подчеркиваю, все-таки, если мы строим детский сад или школу, то да, типовой проект он нужен, и мы будем идти по этому пути. Но когда предлагаются неким застройщикам, неким строителям китайские материалы дешевые, и вы, как понимаете, не очень качественные, то надо понимать, что для детей все-таки надо строить, на наш взгляд, из качественных материалов. Вот это вот наша позиция. Владимир Бурсуков сообщил, что Луховицкий район выполнил сложный план по призыву юношей в ряды вооруженных сил страны. Также глава коснулся работы, проводимой по созданию туристического кластера. По словам Владимира Бурсукова, удалось заручиться поддержкой Совета Федерации России. Если мы все вместе навалимся, мы точно добьемся успеха, потому что интерес к Дединова, да и вообще какие, к нашим заохским селам, очень-очень большой. Другое дело, что мы еще не поняли, чем мы обладаем. Но тем не менее, я еще раз повторяю, мы готовим земельные участки, которые будем предоставлять под строительство каких-то небольших ресторанчиков, небольших гостиниц. Мы понимаем, что там сразу шесть этажей никто строить не будет, да может, это не надо. 12 декабря прошел общероссийский день приема граждан. К главе района записалось большое количество жителей. Очень правильное мероприятие. Меня как-то журналисты спросили, Валерий Николаевич, немало один день. Я думаю, что немало, потому что лично я два раза провожу приемы, два раза в месяц. Но то, что любой человек может прийти на прием, это тоже, на мой взгляд, правильно. И очень много народу ко мне пришло. Всякие вопросы есть. Люди просто не понимают наших законов. Ну, например, женщина пришла и говорит, я не согласна покупать землю через аукцион. Я ей говорю, ну, вы понимаете, это закон, это же не моя блаш или дурь. Начинает ругать законы. Пока вот такие законы, тем не менее, такие общероссийские дни приема граждан, я считаю, что они очень нужны, и мы будем также в них участвовать всегда. Также глава акцентировал внимание на проблемах, которые возникли при вводе в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса. У Жилстрой, директор Чувелев, к сожалению, есть большое количество недоделок на ФОКе. ФОК проверяла контрольное резидентное управление губернатора. Значит, думаю, что на этой неделе, наверное, будет акт, но я скажу, что там очень много недоделок. Причем есть вещи достаточно такие банально наивные, когда применяется менее качественный материал, нежели в проекте. И так далее, и так далее. По итогам акта мы тогда будем уже решать, будем как обращаться, правоохранительные органы. Почему? Потому что они сегодня, эти строители, говорят, отдайте деньги, а мы им говорим, значит, вы недоделки исправьте, и мы тогда вам отдадим деньги. Никаких вопросов нет. Потому что потом за ними бегать по судам желания никакого у нас нет. Значит, мы сегодня обратились в суд на эту компанию. Если она не будет доделывать, то мы найдем другую, которая доделает. Но вот так, чтобы нас ставить в такое положение, типа вы там должны что-то отдать, значит, мы ничего никому не должны. Вы должны делать качественно за государственные деньги, потому что там будут заниматься дети. И поэтому, значит, в хох он у нас практически готов. Значит, теплотрасса, значит, сегодня практически будет закончена. Владимир Барсуков сообщил, что по губернаторской программе в городе Луковицы началось строительство детского сада, рассчитанного на 210 мест. Ввод в эксплуатацию декабрь следующего года. Встречаясь с подрядчиками, глава подчеркнул, что любое отставание от графика недопустимо. И если это случится, последует обращение в правительство Московской области. Также глава выразил благодарность руководителю военно-спортивного клуба «Факел» Виктору Рыховскому за организацию и проведение открытого первенства Луховицкого района по кикбоксингу. Главное событие этой недели произойдет в четверг. Ожидается приезд губернатора Московской области Андрея Воробьева и его участие в открытии кранового завода. В продолжение с информацией об итогах работы за минувший год выступила глава сельского поселения Главачевская Ольга Коробкова. В завершении совещания председатель районного совета ветеранов Татьяна Адаева выразила благодарность главному врачу Луховицкой центральной больницы Галине Панчаковой за экскурсию по учреждению здравоохранения, знакомство с новым медицинским оборудованием и его возможностями. Ветераны обеспокоены тем, что предприятие «Агроимпекс» более не будет заниматься животноводством, а значит продажа молочной продукции, которая осуществляется в поселениях района, прекратится. Владимир Барсуков сообщил, что достигнуто взаимопонимание с руководством СПК имени Ленина. Если «Агроимпекс» перестанет продавать молоко, эстафету примет Дединовское предприятие.